Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и вы прекрасно знаете, что на носу уже Новый Год, а это значит, что пришла пора взорвать петарды и фейерверки, и этим мы с вами будем заниматься в игре под названием Fireworks Mania. А если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать, конечно же, с помощью лайков. Начинаем! Поехали веселиться! Это выберу я город, именно там мы и будем запускать настоящие салюты! Ёлки! И еще один большой плюс этой игры в том, что здесь тебе не оторвет руки. По-моему, это прекрасно. Итак, что же у нас имеется? Во-первых, это зажигалка, или даже горелка, с помощью которой мы будем зажигать наши петарды. Ну а дальше мы переходим в раздел этих самых петард. Здесь их просто невообразимое количество. Есть ракеты, есть пироги петардовые. Ну, это больше салюты, наверное. Есть фаеркрекерс. Хм. Наввилайтес. Тубс. И пропс. В общем, разнообразное множество. Давайте начнем с чего-нибудь попроще. Возьмем офигительную бабушку. Именно так называется петарда. Установлю я ее. Она упала. Ну ладно, если она залетит кому-нибудь в окно, мне никто за это ничего не сделает. Потому что город безжизненный. Давайте ее уже, наконец-таки, под дожжем. Берем нашу горелку, зажигаем нашу безумную бабушку. И бабуля полетела. Юуу, ну куда ж ты должна была залететь в дом? Ну, в принципе, и так неплохо. Давайте что-нибудь еще потестим. Амейзинг Грэнни другого формата. В этот раз я установлю ее фиксировано. И, по идее, проблем быть не должно. Выбираем зажигалку. И бабуся, отправляйся в космос. Ты будешь первая бабушка в космосе. Ууу, полетела. Блин, это офигенно. Ну, друзья, знаете, что еще офигенно? Можно запустить таких бабусь сразу множество. Наставим бабусик. Вот так, вот так, вот так. Выберем инструмент для соединения. Отлично. И теперь осталось все это дело как-то объединить. Придется, конечно, потратить какое-то время. Но, прикиньте, вы увидите одновременно множество летающих бабушек. Разве это не чудо новогоднее? По-моему, это именно оно. Что ж, вроде все объединили. Давайте запускать. Ну, елки-палки. Че-то в фитиле работает довольно медленно. Но все равно салют выходит эпичным. Блин, мне нравится. Оно все разлетается в разные стороны рандомно. Нужно попробовать выбрать другой фитиль, у которого задержка меньше. Ой, бабуська, ты что-то не улетела. Давай-ка, отправляйся вслед за своими приятелями. Красота. Ну что ж, есть у нас еще чуд-бой блю. Он гораздо меньше, чем бабуся. И почему-то он стоит криво. Почему он смотрит в мою сторону? Не понял. Почему он смотрит именно сюда? Почему он наклонен? И никак угол изменить нельзя. Вот я использую колесико мышки. Но меняется лишь дистанция. Поворот реализован не очень удобно. Короче, нужно зажать Е и после этого вот так вот регулировать мышкой. Не совсем комфортно. Из-за того, что петарда прозрачная, сложно понять, наклонена она или стоит ровно. Но вроде бы более-менее ровно, да. Удалось все это дело назначить. Давайте сразу же несколько таких петард установим. Или это ракетница все-таки, а не петарда. Петарда это, наверное, что-то, что ты бросаешь в куда-нибудь, и оно взрывается. А это уже ракета или мини-салют. Да, наверное, так будет правильно. Берем инструмент. Выбираем другую задержку. Как это менять? У нас сейчас медленная. Давайте поставим среднюю. А есть быстрая. 5 миллисекунд, похоже. Значит, практически одновременно все это дело должно сработать. Отлично. Пускай разлетается в разные стороны. Берем зажигалку и полетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Даже оригинальный фитиль начинает медленнее гореть. Точнее, быстрее, когда ты включаешь ускорение. Блин, это неудобно. И я бы хотел, чтобы вот так вот, с такой скоростью горел фитиль, но при этом загорелись сразу все фейерверки. Вот тогда можно было бы отойти и пронаблюдать за тем, что происходит. Но это скорее какой-то сигнальный огонь, да, падающий? Но все равно выглядит прикольненько. Что еще есть? Давайте возьмем ворлд-стопера. Это прям что-то очень эпичное. Выпрямлю его на всякий случай, чтобы ничего не свалилось. И пока использую, ну, всего лишь штучек восемь. Постараюсь их соединить, чтобы медиум, инстант, это то есть оно сразу сработает, фаст. Мне нужно их одновременно зажечь. Ладно, попробую медиум использовать. Вдруг это будет гораздо удобнее. Давайте объединим. И теперь можно запускать. Давай, где моя зажигалка? Ну, и сейчас должен быть супер мощный взрыв. Вау! Вау-вау-вау! Вот это хорошо. Вот это уже поприкольнее. Давайте-ка пойдем дальше и что-нибудь еще сделаем. Попробуем использовать фаер-крейкерс. Самым страшным выглядит думбом. Это должна быть мощная штука, мощная петарда. Именно вот такие петарды и отрывают обычно людям ноги. Нужно быть предельно аккуратным. Несколько поставлю здесь. И теперь можно объединить. Интересно, а можно ли сделать так, чтобы мне в игре оторвало ноги? Потому что почему бы и нет? Это, конечно, больно и неприятно в жизни, но в игре можно попробовать. Ладно, не занимаемся ерундой. Мы занимаемся взрывами. Поджигайся. Вау! Вау! Тут бы огло чувака просто разорвать на маленькие ошметки. Хорошо, что в этой игре все-таки тебя не разрывает. Это было бы супер неприятно. Ну да, это мощная пушка. А чем дальше ты идешь, тем пушки становятся меньше. Ну, бомбочки. Можно их назвать пушками, почему бы и нет. Такая вот маленькая козюленькая. Ну что, ее тоже можно взорвать. Давай, покажи, на что ты способна. Черт, оно не сразу поджигается. Давай. Эть. Пиха-ха-ха-ха-ха. Просто маленький пук. Просто маленький пук. Физический инструмент. Ага, с помощью него можно будет перетаскивать и можно просто опустошить свою руку. Но это не имеет смысла. Пока возьму соединитель и попробую перейти к чему-то другому. Кейкс. Да, давайте используем кейкс. Например, Beehive. Пчелины улей, так называемый. Выглядит он таким вот образом. Прикольно. Это система залпового огня практически. Катюша. Подожгли. Да, фитиль сзади. Ну-ка, продемонстрируй всю свою мощь. И что только... А, несколько залпов все-таки. Прикольненько. Я думал, будет всего лишь один залп. Но прикиньте, смотрите, залпы отличаются по цвету, по физическим свойствам. То есть, если комбинировать эту систему с другими ракетами и другими системами залпового огня, может в теории получиться что-то очень красивое. Что ж, давайте используем мессенджер. Что ж, давайте используем мессенджер. Старый добрый мессенджер. Что бы это ни значило. Ну, в смысле, это мессенджер. Для отправки сообщений. Отправляем сообщения в космос. Полетели. Плюс американский флаг. Ну, вау. Вау. Каждая ракета довольно мощна сама по себе. И плюс со временем ракеты начинают вылетать быстрее. Вот это уже красиво. Такую штуку можно использовать и даже получить какое-то удовольствие от фейерверка. Пока это самая эпичная вещь. Мне нравится. А, шокган крикли. Сёгун. Сёгун. Наверное, правильно, Сёгун. Ну, давайте её подожжём. Выглядит она, конечно, не впечатляюще. Но не стоит обращать внимание на обложку. Нужно смотреть на содержание. И содержание тоже так себе. Ну, свистоперделка маленькая. Поппербой. Вот эта вещь должна быть супермощной. Тут всего лишь три заряда. Но они супербольшие. Давайте их срочно испробуем. Ну-ка, несколько мощных бабахов сделаешь. Воу! Как будто ракета вылетает. Вот эта штука мне по душе. Я установлю их много. И посмотрим, что из этого получится. Ха-ха! Так-с! Осталось всё это дело соединить. Медиум не подходит. Давайте испробуем инстант. Последний пункт. Последняя настройка. Не знаю, возможно, я что-то не соединю. Возможно, я что-то пропущу. Но пытаюсь вроде как соединять абсолютно всё. Вроде прошёлся по всем. Ну, вроде... Вот эта центральная не соединенная. Так. Ну, тут всё соединено. Надо полагать. По каждой прошёл. Сериально по каждой. Ну что, теперь поджигаем. Это будет мега-фейерверк. Ох, главное не стоять близко. Пумс! Пумс! Как будто война началась. Всё сотрясается. Класс. Но слишком быстро заканчивается эффект. Хотелось бы понаслаждаться зрелищем. А... Она? В смысле, игра не даёт этого сделать. Так, драконья батарея. Тоже выглядит довольно смачно. Не супер большая, но за счёт названия эффект должен быть красивый. Плюс такие симпатичные зелёные языки пламени как раз таки настраивают именно на этот лад. Да? Всего лишь один выстрел. Не один. Несколько, но красивые выстрелы. Эффект приятный. Давай ещё. Бумс! И ещё давай. Всё. Похоже, что всё. А если взять пьюдипай тубу? Ну-ка установим несколько сразу. Дальше мы их соединяем. Пускай это будет всё же медиум. И зажигалка. Нужно, наверное, ставить их подальше друг от друга. Тогда эффект будет более смачный. И также можно комбинировать различные устройства и проводить различные опыты. Пытаться даже создать какие-нибудь, может быть, рисунки. Так, у нас есть Павлю Тюн какой-то. Чё это такое? С улыбкой. А вдруг, если взорвать именно эту ракетницу, то на небе появится улыбка. Ну-ка. Давай попробуем. Пьюх. Давай. Лицо. А где лицо? Почему нет лица? Но зато разброс очень мощный. Мне прям понравилась. Инфантензия. Ну-ка её. Такс, 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 такс. Чёрное лицо. Чёрное лицо. Это должно быть страшно что-то и мощно. Ну, просто белая вспышка. Давайте-ка я Куковичу попробую. Ха-ха-ха-ха-ха. Глядите-ка, что у меня получилось. Вдоль дороги, очень далеко, я установил кучу петард и соединил их фитилём. А если их поджечь? И посмотреть, что из этого получится. Поехали. Блин, нужно было сделать так, чтобы они параллельно взрывались. А так они будут взрываться одна за одной. Блин, это ошибка. Или нужно было их соединять более быстрым кабелем, чтобы сигнал быстренько пробежался по всем, и они оказались одновременно на воздухе. Так, конечно, выглядит эпично, но это не совсем... А если ещё тут поджечь с этой стороны? А, так можно было сделать? И почему я так не сделал? Блин, странно. Ну ладно, взрывы пошли. Что-то я затупил сразу. Ну ладно, так бывает. Так, если бы в этом городе жили люди, они бы меня повесили на одном из этих деревьев из-за создаваемого шума, потому что спать этой ночью им бы не пришлось. Так, я ещё попробую с обратной стороны поджечь, чтобы салют соединялся в центре. Готово? Давай. Вот так, поехали. Просто сотрясается всё. Ха-ха. Ну, а если так соединить батареи взрывающиеся? Вот это будет ультра-эфик. Либо чередовать различные ракетницы. Оба, на эти уже вышли из строя, все полностью взорвались. Ну да, оно и логично, потому что запускал я их пораньше. Ну окей, давайте попробуем ещё и другие штуковины, которые можно взорвать. Например, бак с пропаном. Почему бы и нет? Офигенный получится салют. Он загорелся, нет? А! Уходи! Убегай! Страшно! Ну, да, прикольно, прикольно. Но в качестве салюта не рекомендую я использовать эту штуку. А что фламинго даёт? И можно ли его вообще поджечь? А фламинго это просто декорация. Ни для чего не нужная декорация. Очень жаль. Так, но... Скример? О, он должен свистеть или пищать. Это ракетница, давайте попробуем. Звук должен быть прикольный. Ну да, что-то напоминающее. Очень низкочастотный какой-то писк. Ну, прикольно. Но, типа, в комплекте с другими можно создавать настоящие картины. Но пока что-то мне не удаётся. Я просто занимаюсь ерундистикой. Давайте испробуем China's Wall. Китайская стена. Поехали. Китайские фейерверки одни из лучших в мире. Они должны быть действительно красивыми. Ну, недостаточно красиво. Давайте сделаем вот так. Воу-воу-воу-воу-воу, друзья. Сейчас будет настоящий эпик. В домашних условиях ни в коем случае это не повторяйте. В общем, что произойдёт. Я установил много различных систем залпового огня. Я их чередовал. Объединил всё это дело быстрым фитилём. И теперь по итогу. Мне даже страшно всё это дело поджигать. Возможно, игра просто вылетит из-за большой нагрузки. Такое может быть. Но надеюсь, что этого не произойдёт. Ладно. Всё. Отбросить сомнения. Взять в руки зажигалку. И просто сделать это. Саня, давай. Ничего страшного не будет. Будет офигенно, мощно и красиво. Ну, с богом. Нужно было, наверное, ставить фитиль, который одновременно всё взрывает. Но и без того зрелище потрясающее. Да, никакого рисунка не получилось. Но, хотя, в принципе, если центр – это голова, а зелёные участки – это рожки. Симпатично. Симпатично. Я думал, эффект будет мощнее, но фпс даже практически не просел. То есть, в принципе, нормально. Понравилось, понравилось. Саша доволен. Давайте попробуем ещё какие-нибудь петарды. Например, мне приглянулась здесь одна штуковина вот такая. С улыбкой. Может быть, она даст улыбку наконец-таки? Ой, а зачем я это вот так сделал? Эй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, подожгу её. Ну, улыбка будет, значит, на земле. Или где-нибудь. Да, действительно, там образовывается бутылка, улыбка. Надо просто это грамотно установить и не накосячить. Всё, поехали. Сейчас, давай-давай-давай. Закрываем глаза, открываем, и видим улыбочка, смайлик. Великолепно. Просто красотища. Так, наверняка есть что-то ещё похожее. Например, страх темноты. Чё бы не использовать страх темноты. Это будет какой-то чёрный огонь, чёрный фейерверк. Возможно, очень красивый. Даже в полёте. Блин, звук, как будто какой-то пикирующий бомбардировщик спускается с небес. Реально стрёмно. Кобер 905. Ты будешь следующим у нас на очереди. Поехали. Немного криво установил, но это не беда. Да, он отличается исключительно цветом. Возможно... О, вайпер. Возможно, таких уникальных, как с той улыбкой, больше в игре, в общем-то, и не предусмотрено. Но вайпер я всё же запущу. Кто бы что ни говорил, вайпер отправляется в полёт. Поехали. Вау! Вау! Это один из самых красивых фейерверков. Он реально охрененно красивый. Сламер я не помню, запускал или нет. Вроде запускал. Вайпер 2. Вайпер 2. Давай вайпер 2. Полетел и... Ну, вайпер 1, конечно, был гораздо лучше. И, наверное, друзья, на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, вам понравилось маленькое световое шоу, которое мы тут устроили. И если это так, вы можете подписаться, оставить комментик, комментарий. Я буду очень рад. До новых встреч. Всем удачи. И с наступающим! Субтитры сделал DimaTorzok